Воспользовались своим правом и обменяли чеки имущества на акции предприятий далеко не все белорусы. Сегодня на руках граждан остается около 170 миллионов штук таких ценных бумаг. Согласно постановлению Совета Министров, срок их обращения, который должен был окончиться летом 2016, продлен еще на три года. Что касается сроков обращения чеков имущества, то этот срок устанавливается Советом Министров по согласованию с президентом Республики Беларусь. В настоящее время постановлением Совета Министров от 1 февраля текущего года номер 79, срок обращения чеков имущества установлен по 30 июня 2019 года. Алгоритм обмена чеков имущества прост. Для этого необходимо обратиться в отделение Беларусьбанка по месту жительства. Но перед обращением специалисты советуют внимательно изучить список предприятий, акции которых можно приобрести, узнать об их финансовом положении. На территории Брещины таких организаций 11. Ознакомиться с перечнем можно на сайте Брестского обл. исполкома и Беларусьбанка. Обменять можно как собственные чеки, начисленные в виде личной имущественной квоты, так и полученные в наследство, а также до 250 штук, переоформленных от близких родственников. Для того, чтобы совершить обмен, гражданину нужно предъявить паспорт и сертификат чеков имущества. Очень часто у граждан возникают вопросы, что делать, если сертификат чеков имущества утерян. Здесь я не вижу проблемы. По заявлению гражданина в Беларусьбанке могут выдать дубликат сертификата чеков имущества. Оно осуществляется по письменному заявлению гражданина и взимается определенная плата. И еще несколько моментов, на которые стоит обратить внимание владельцам чеков имущества. Если вы уже обменяли свои бумаги на акции, то обратного хода эта процедура не имеет. Также невозможно произвести обмен чеков имущества, к примеру, на чеки жилье. Погашение таких ценных бумаг, проще говоря, вывод их из оборота, законом также предусмотрено. Однако возможность выплаты компенсации за неиспользованные чеки может быть реализована только после завершения срока их обращения. То есть после 30 июня 2019 года.